Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего вебинара – актуальные вопросы организации летнего отдыха детей в период пандемии COVID-19. Тема эта актуальная и основным мотивом, наверное, служат те факты, которые были получены летом 2020 года, когда по сравнению с 2019 годом из-за пандемии, из-за того, что меньшее количество детей имели возможность отдыхать организованно в лагерях. По данному полномоченного по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой, в 2020 году в условиях неорганизованного отдыха погибло более 800 детей. Более 11 тысяч детей пострадали из-за того, что они не были охвачены организованным отдыхом. Поэтому, безусловно, очень важно, чтобы, несмотря на все эпидемии, пандемии, которые у нас происходят, дети имели возможность отдыхать летом и вот именно организованно. Безусловно, в настоящий момент все-таки цифры заболеваемости COVID-19, они несколько снижаются. Вот волна, которая была вызвана вариантом омикрон, она сейчас на спаде. Но все-таки Всемирная организация здравоохранения и другие организации предупреждают о том, что вот как раз на фоне ослабления противоэпидемических мероприятий мы можем ожидать, опять же, подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, может быть очередная волна, вызванная новым вариантом коронавируса. Поэтому все-таки, несмотря на такое относительное благополучие, которое мы сейчас имеем по заболеваемости, бдительность нужно соблюдать. И вот хотелось бы еще раз обсудить вот те мероприятия профилактические, которые были бы актуальны при организации летнего детского отдыха. Ну вот, да, мы с вами можем видеть европейскую статистику по участии детей и подростков именно в последней волне омикрон. И мы видим то, что как раз намного чаще, чем у взрослых, зарегистрировалась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. И во многом это связано как раз с тем, что вот все-таки взрослые у нас сейчас более охвачены вакцинацией у детей, несмотря на то, что для подростков 12-17 лет вакцина зарегистрирована, она не является обязательной, да, и поэтому, безусловно, дети менее защищены и более подвержены заболеваемости. Ну вот тоже интересный слайд. Здесь представлена заболеваемость детского населения до 14 лет в Российской Федерации в 2021 году. Да, и вот если мы обычно говорим, что на летние месяцы, да, мы можем ожидать снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ну вот опыт прошлого 2021 года показывает, что именно в июне-июле-августе, да, даже вот по сравнению с предыдущим апрелем и маем, заболеваемость была выше, и дети также в ней принимали участие, и заболеваемость детей в летние месяцы также была выше, чем, например, в апреле и мае 2021 года. Также обращаю ваше внимание на то, что вот основной возраст, который чаще всего, более всего вовлекается в этот эпидемический процесс, да, это как раз возраст 7-14 лет. То есть это вот как раз те дети, которые чаще всего отправляются в лагеря, да, да, поэтому, безусловно, тоже на это мы обращаем внимание. Также вот данные Всемирной организации здравоохранения хотелось бы привести, да, то, что как только у нас снижается какие-то, да, снижается настороженность, отсутствуют ограничительные мероприятия, то ковид начинает активно распространяться среди старшеклассников, да, вот так как у нас как раз именно сейчас есть некое ослабление противоэкадемических мероприятий, то, в принципе, мы можем ожидать роста заболеваемости, в том числе среди детей. Какими нормативными документами мы можем пользоваться, да, и вот какие нормативные документы мы с вами сегодня разберем в рамках этого вебинара? Ну, в первую очередь, это санитарно-эпидемиологические правила, санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Обращаю ваше внимание, что эти санитарные правила были изменены 21 марта 2022 года, и вот как раз обо всех этих изменениях я вам скажу. На основании предыдущих санитарных правил были составлены, в том числе с моим участием, методические рекомендации по организации работы, организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Ну, вот и несмотря на то, что, да, они были составлены по предыдущим санитарным правилам, да, и относились к сезону 21 года, в принципе, они актуальны, да, то есть есть некоторые моменты, да, которые, ну, изменились в связи с выходом новых санитарных правил, да, я о них скажу, но, в принципе, вы также можете принимать их к сведению. Но также нормативными документами по профилактике, диагностике новой коронавирусной инфекции для нас являются актуальные версии временных методических рекомендаций Минздрава по новой коронавирусной инфекции. Итак, с чего мы начинаем? Безусловно, очень важен подготовительный этап. И здесь важно правильное и полное оформление медицинских справок, да, вот формы 079У. Причем справка должна быть оформлена не ранее, чем за три рабочих дня до начала смены. Ну, по возможности, да, вот все-таки, если есть такая возможность, предпочтительно, чтобы справки оформлялись в дистанционном режиме, да, тем более сейчас все-таки такая возможность есть, но, в принципе, это может быть и очные варианты. И вот здесь как раз очень важно, да, то, что, к сожалению, к сожалению, очень часто врачи организации детского отдыха сталкиваются с недостоверностью сведений в медицинских справках, да, это вот как раз по данным опроса, которое было проведено моими коллегами, да, и вот как раз одной из основных причин, проблем медицинского обеспечения детей во время отдыха – это недостоверные сведения в медицинских справках. А для нас это как раз очень важно, потому что это позволяет выявить группы риска, да, как раз тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, и в первую очередь это избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет, нарушение толерантности глюкозы, артериальная гипертензия, да, какие-то пороки развития органов, да, то есть, ну, как-то вот все-таки очень важно, чтобы медицинские справки указывались все диагнозы, да, для того, чтобы доктору было все-таки проще, да, предпринимать какие-то дальнейшие действия. Также родителям, да, может быть рекомендовано предоставить в лагерь более подробную информацию о ребенке, да, вот эта таблица, которая как раз у нас есть в рекомендациях, о которых я говорила, да, то есть, была ли новая коронавирусная инфекция в анамнезе, да, данные эпидемиологического анамнеза, да, и так далее, то есть, это тоже достаточно важная информация, которая может помочь для проведения профилактических мероприятий. Очень важно, да, также проводить разъяснительную работу с родителями, да, может быть, чтобы на сайте детского лагеря, да, была размещена информация для родителей о необходимости незамедлительно сообщать администрации лагеря о том, да, вдруг если возникло в семье, например, случай новой коронавирусной инфекции, да, или наоборот, ребенок возвращается из лагеря и у него регистрируют случай ковида, да, для того, чтобы вот можно было вовремя провести профилактические мероприятия. Что касается детей, да, и их допуска к пребыванию в лагере, то важным остается тот момент, что обязательных дополнительных лабораторных исследований на SARS-CoV-2 для допуска детей к пребыванию в лагере не требуется. Но этого нельзя сказать о персонале, то есть, как и в предыдущих санитарных правилах, в новой версии санитарных правил значится необходимость обследования перед началом каждой смены работников на новую коронавирусную инфекцию, да, причем это может быть любой метод, который определяет генетический материал или антиген-возбудитель, это может быть и ПЦР, и иммунохроматография, да, но вот отличие от предыдущих санитарных правил, где значилось, что результаты должны быть получены не ранее, чем за два, за три календарных дня до выхода на работу, да, то здесь уже идет сокращение до двух календарных дней до выхода на работу. Прошла такая, ну скажем так, устная информация, что вроде бы планируют отменить вообще все ограничительные мероприятия, но пока никаких документов, регламентирующих, да, данные заявления нет, поэтому вот придерживаемся санитарных правил с изменением от 21 марта 2022 года. Также сотрудники лагеря тоже, они должны проявлять сознательность, да, и понимать, что если все-таки у них были контакты с больными коронавирусной инфекцией, да, или после окончания работы в лагере, да, они сами заболели коронавирусной инфекцией, обязательно они должны уведомить об этом администрацию лагеря. Понятно, что вот, да, те профилактические мероприятия среди сотрудников лагеря, которые представлены на данном слайде, их сложно проверить, да, но тем не менее, да, все-таки мы рекомендуем их, да, до начала работы все-таки поменьше, чтобы было контактов, посещение каких-то мест скопления людей, да, где можно как раз подхватить коронавирусную инфекцию. Также по возможности, да, если, например, да, это вахтовый метод, и во время смены сотрудники меняются, да, но вот тоже по возможности в нерабочее время меньше контактировать, более безопасный способ передвижения до места работы и обратно, да, выбирать, ну, потому что от этого будет зависеть здоровье детей. Что касается специфической лабораторной диагностики, да, вот, которую мы применяем для допуска сотрудников к смене, то, как я уже говорила, да, это ПЦР, либо иммунохроматография, да, потому что антитела, да, иногда, да, пытаются сказать, что вот антитела и так далее. К сожалению, да, даже при наличии тела мы знаем, что возможны повторные заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванные другим вариантом SARS-CoV-2, да, поэтому вот здесь для нас играет роль только ПЦР, либо иммунохроматография на определение антигена-возбудителя. Если, да, но между этими двумя методами выбирать, то, безусловно, может быть, да, именно вот для использования в самом лагере, если есть такая возможность, может быть более предпочтителен иммунохроматографический анализ, да, потому что, во-первых, время получения результата более быстрое, да, и, да, если ПЦР-результата мы ждем не менее суток, то здесь, в принципе, через полчаса, 15 минут уже может быть готов результат, да, а в то же время недостатком иммунохроматографии является то, что отрицательный результат может быть, да, на поздней стадии заболевания после пятого-седьмого дня от начала болезни, да, то есть человек еще болеет, он еще является эпидемиологически опасным для окружающих, иммунохроматография у него же отрицательная, да, поэтому здесь вот, ну, нужно все-таки в совокупности, да, оценивать ситуацию. Что касается порядка заезда детей в лагерь, да, то сохраняется рекомендация о заезде детей в лагерь одномоментно, да, и вот в момент передачи детей ответственному представителю лагеря, а если это лагерь с дневным пребыванием, то ежедневно обязательно должна проводиться бесконтактная термометрия и обработка рук, так как антисептиком при входе в лагерь. Безусловно, сохраняются рекомендации по снижению количества лиц, которые во время смены посещают лагерь. Родительские дни, если предыдущим санпинам они были запрещены, то теперь, в принципе, проведение родительских дней во время смены возможно по решению администрации лагеря, но вот что важно, да, это должно быть специально отведенное место для данного мероприятия, то есть не может быть такой ситуации, что родители свободно, да, прогуливаются по всей территории лагеря, да, могут заходить во все помещения, нет, выделяется определенная зона и, да, предпочтительно, чтобы это было на свежем воздухе. Также, что касается порядка работы лагерей, если в предыдущем санпине наполняемость лагеря должна была составлять не более 75%, да, то теперь может быть полная загрузка лагеря 100%, но устанавливается запрет на, сохраняется запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Но вот на это я хотела бы обратить ваше внимание, потому что вот по данным моих коллег, да, были такие прецеденты, когда именно руководствуясь вот этим запретом на временный выезд детей в течение смены, ну, детям отказывалось в оказании медицинской помощи, да, то есть если, например, есть какая-то ситуация, которую не могут решить, например, в лагере, да, и необходим выезд ребенка за территорию лагеря для консультации у специалиста, да, и вот из-за того, что читался, да, этот пункт, как то, что ребенок после этого уже не может вернуться обратно в лагерь, да, ему предлагалось там потерпеть и так далее, то есть это недопустимо, да, то есть мы обращаем внимание на то, что временный выезд возможен, да, в том случае, если необходимо получение медицинской консультации или оказание специализированной медицинской помощи, после чего ребенок может вернуться обратно в лагерь. Ну и, безусловно, все-таки хотелось бы обращать внимание, что если это возможно, лучше все-таки снизить количество мероприятий с участниками из разных групп, особенно в начале смены, может быть, особенно в начале первой недели смены, да, когда вот еще все-таки инкубационный период, да, и могут быть выявлены какие-то случаи заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Также сохраняются рекомендации о том, что все-таки по возможности детям максимально нужно проводить время на открытом воздухе или верандах, да, они так в течение года у нас сидят в помещениях, гиподинамии и так далее, то есть вот как раз задача их оздоровления в том, что они бы они больше двигались, и вот как раз, да, в плане профилактики новой коронавирусной инфекции, чтобы двигались они на открытом воздухе. Ну вот в том случае, если, например, погодные условия, да, может быть, дождливое лето и так далее, ну вот невозможно, да, находиться на открытом воздухе, то тогда все-таки в помещениях рекомендуется сокращать непрерывную продолжительность мероприятий до часа с последующим проветриванием в течение 10-15 минут и или дезинфекции воздушной среды. Также важно, да, разъяснять, это может быть, с сотрудниками лагеря, да, с детьми проводить такие вот разъяснительные беседы о том, что вот все-таки в каждой комнате должны находиться только те дети, которые проживают в этой комнате, да, ну для того, чтобы вот тоже, ну как-то, да, ограничивать количество близких контактов. Если есть такая возможность, все-таки, чтобы расстановка кровати в комнатах была, да, ну вот хоть с соблюдением дистанцирования полутора метров, ну и вот ориентацию кровати во время сна используют такую, чтобы было максимальное расстояние между головами. Также по возможности мы рекомендуем ограничить совместное использование общего оборудования и инвентаря, да, и о том, что вот использовалось было в общем использовании, безусловно, это нужно дезинфицировать, да, между использованиями, чтобы, ну все-таки, либо если есть возможность индивидуального инвентаря, да, ну это было бы, конечно, идеально, но это, конечно, дорого, поэтому дезинфекция. Также с детьми нужно проводить разъяснительную работу, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, противоэпидемические мероприятия все равно лучше соблюдать, это будет играть роли профилактики других инфекционных заболеваний. Не случайно, например, 21 год, когда у нас были наиболее вот такие активные массовые противоэпидемические мероприятия, мы получили снижение заболеваемости по всем инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путем, да, поэтому тоже с детками нужно проговаривать о необходимости мытья рук, правильной мытья рук, да, соблюдение респираторного этикета, они это очень любят, да, поэтому, ну вот с ними такие семинары тоже можно проводить. Организация питания. Безусловно, все работники пищеблока должны работать в средствах индивидуальной защиты, да, не рекомендуется раздача блюд путем самообслуживания. Сразу, ну вот хотелось бы оговориться насчет того ношения масок сотрудниками лагеря, да, то есть с одной стороны в большинстве регионов у нас сейчас сняты, да, рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты, масок, да, но вот может быть, может быть, например, в день приема, передачи детей в лагеря, да, все-таки рекомендовать тем сотрудникам, которые принимают детей, все-таки находиться в масках, да, потому что вот именно на этом фильтре, да, все-таки термометрия происходит, и, да, визуальный, да, контакт, да, вот какой-то осмотр и так далее. Все равно могут быть дети, которые могут иметь какие-то симптомы респираторной инфекции, вот, ну, даже вот ради защиты самих сотрудников, да, все-таки, наверное, эти рекомендации можно было бы сохранить, но и, да, будем смотреть, что нам принесет лето, потому что не факт, что рекомендации по ношению масок не вернутся, да, в нашу жизнь. Также по возможности, да, вот какие-то штучные изделия, там, фрукты, хлеб, кондитерские изделия, лучше накрывать на стол индивидуально, да, для каждого ребенка, ну, если есть такая возможность, в идеале, чтобы даже это все было в индивидуальной упаковке. Важно следить за дезинфекцией посуды, за наличием одноразовых полотенец, за санитарным состоянием питьевых фонтанчиков, да, безусловно, более предпочтительно выдачи индивидуальных бутылок с водой, потому что, ну, коронавирусная инфекция, да, ну, были описаны, да, вот у нас даже статьи были о вспышках интервирусной инфекции, да, причем именно источником, да, уже в ходе эпидемиологического расследования было выявлено то, что просто стоял графин с водой один стакан, да, и вот именно это послужило причиной вспышки интервирусной инфекции в детском лагере, да, ну, потому что, вот, не было индивидуальных стаканов, либо индивидуальных бутылок с водой. Что касается медицинского обеспечения детей, вот очень важно для, до начала смены, все-таки с вашим региональным центром, да, проговорить, да, еще раз, вот, все алгоритмы действий в условиях регистрации случая подозрительного на новую коронавирусную инфекцию, да, то есть каким образом будет осуществляться эвакуация детей, маршрутизация и так далее, в какие, да, в какие лечебные учреждения. Это важно, потому что сейчас по сравнению даже с предыдущим сезоном многое поменялось, многие лечебные учреждения, которые были перепрофилированы на ковид, они опять вернулись к своему основному профилю, да, поэтому, вот, важно все-таки уточнить, как в этом году будет обеспечиваться маршрутизация. Что касается диагностики новой коронавирусной инфекции, то, безусловно, здесь мы пользуемся стандартным определением случая, да, который у нас прописан во временных методических рекомендациях Минздрава, да, и для того, чтобы заподозрить ковид, достаточно наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, да, и, ну, то есть это может быть повышение температуры, какие-то респираторные симптомы, и, ну, вот, на что хочется обратить внимание, да, на то, что не всегда ковид протекает с повышением температуры тела, то есть это могут быть респираторные симптомы, да, без повышения температуры тела, иногда это может быть сыпь, да, даже без респираторных симптомов и повышения температуры тела или нарушения обоняния, да, то есть, ну, вот, любые симптомы, ну, по идее, да, они могут быть подозрительны на ковид-19, да, но вот, что касается последней волны, да, вызванной вариантом омикрон, то, по данным вот наших зарубежных коллег, трансмиссивность была выше в три раза по сравнению с вариантом дельта, да, и отмечалось сокращение инкубационного периода, да, то есть если до этого все-таки речь шла о том, что инкубационный период при ковиде где-то до 14 суток может быть, в среднем 5-7 суток, то вот в случае варианта омикрон инкубационный период сократился, да, от 2 до 7 суток минимум, максимум в среднем 3-4 дня, да, вот тоже на это обращаем внимание, и вот что интересно, что интересно, очень частым симптомом была боль в горле или осиплость голоса, вот как раз даже при отсутствии каких-либо других симптомов, а вот потеря обоняния, которая достаточно часто выявлялась при варианте дельта, в принципе, менее чем в 20% случаев регистрировалась, да, то есть, ну вот такой свой почерк данного варианта нового коронавируса. Также вот наши американские коллеги из Центра по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями, они указывают, что клиническими особенностями у детей варианты омикрон стали трихеид и круп, да, тоже на это можно обращать внимание в клинической картине. Что касается подтверждения диагноза, да, лабораторного, то, безусловно, ну, наверное, с этим в лагере будут сложности, да, поэтому, безусловно, вот должен быть прописан алгоритм, да, маршрутизации ребенка в том случае, если вы у него заподозрили новую коронавирусную инфекцию, но может быть, может быть, если будет такая возможность, да, и в лагере будет в наличии методы экспресс-диагностики, а именно иммунохроматографический тест, да, в принципе, 15-30 минут, да, и вот мог бы самостоятельно проводить врач в детском лагере, да, чтобы, ну, вот как-то все-таки подтверждать, да, или наоборот опровергать диагноз новой коронавирусной инфекцией. На что хочется обратить внимание, да, это и на такое отдаленное осложнение ковида, это мультисистемный воспалительный синдром. Вот мы сейчас с вами как раз находимся на спаде волны, вызванной омикроном, и вот как очень наглядно показано на этом слайде, да, мы вот именно сейчас можем ожидать подъема, увеличения числа регистрации случаев мультисистемного воспалительного синдрома, да, он как раз вот чаще всего возникает где-то через 2-4-6 недель после перенесенной инфекции коронавирусной, причем это может быть бессимптомная форма или в легкой форме перенесенная инфекция, да, и вот для этого как раз важно, вот почему мы обращаем внимание на то, что у доктора должна быть какая-то история, ковидная история ребенка, она должна быть, то есть если вы знаете, что, например, ребенок месяц назад или 2 месяца назад перенес новую коронавирусную инфекцию, да, то будет все-таки настороженность, да, в отношении этого мультисистемного воспалительного синдрома. Обращаю, напоминаю, да, вам основные характеристики его, потому что это в любом случае, да, если вы заподозрили мультисистемно-воспалительный синдром, все не нужно ждать, да, и пытаться как-то самостоятельно справиться с этой ситуацией, это госпитализация, потому что только в стационаре такому ребенку смогут помочь, да, и вот если отмечается повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов, да, явление конъюнктивита, хиэлита, сыпь какая-то появляется, да, то есть вот мультисистемные, то могут быть многие системы, органы поражены, иногда это очень острая боль в животе, да, это воспринимается как острый симптом, а может быть, наоборот, поражение почек, да, и отсутствие мочи, да, то есть если вот что-то из этих сиптомов вы видите, если они подходят под критерии мультисистемного воспалительного синдрома, они достаточно четко прописаны и в Всемирной организации здравоохранения, да, и в наших временных методических рекомендациях Минздрава, да, то, безусловно, это госпитализация, да, поэтому просто обращаю ваше внимание на то, что так может быть. Также хочется обратить внимание врачей на постковидный синдром. Он регистрируется, безусловно, пока нет четких его критериев, и, да, в разных странах по-разному его описывают, но, тем не менее, это может быть. У детей он также описан, да, достаточно большое исследование было проведено, и как раз более старший возраст, да, то есть подростки, аллергические заболевания в анамнезе, они как раз вот были связаны с более высоким риском, да, развития вот этого постковида или лонгковида у детей, причем отрегистрировалось у четверти детей через несколько месяцев после госпитализации с острой инфекцией COVID-19, да, основные симптомы усталости, нарушения сна, какие-то, да, проблемы с обучаемостью, жалобы на головную боль могут быть. О чем мне хотелось бы сказать? О том, что обращайте на это внимание. То есть у вас как раз может быть ребенок, да, который, у которого, ну, вот есть это состояние, да, поэтому, ну, вот в плане физических нагрузок и так далее, безусловно, должен быть индивидуальный подход, потому что многие дети болеют, да, пока вот именно с постановкой самого диагноза, да, есть определенные сложности, поэтому вот, да, такие дети могут попадать к вам на смену, да, но это вовсе не лень, да, это может быть вот такое состояние, поэтому, безусловно, уровень нагрузок для таких деток должен быть меньше. Важно также проводить термометрию в течение смены детям, сотрудникам. Результаты осмотра в отношении лиц с повышенной температуры тела или проявлений признаков ФРВИ обязательно заносить в журнал, да, и если есть хоть какие-то признаки острого инфекционного заболевания, такие лица должны быть немедленно изолированы, даже вот, ну, до осмотра врачом в изолятор, да, причем вот, да, здесь указано, какое число мест в детском изоляторе рекомендуется организовать, да, то есть это 5% от списочного состава детей. Итак, для предупреждения распространения COVID-19, да, в лагере наши все эти мероприятия должны быть направлены на мониторинг заболеваемости и контактов с больным COVID-19 детей и сотрудников, разрыв механизмов передачи инфекции COVID-19, контроль за выполнением комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, проводимых в лагере, обучение правилам поведения в условиях эпидемии, да, и сотрудников, и детей, и технический персонал, да, но и, безусловно, да, только если мы с вами используем все методы, да, которые у нас с вами есть в нашем с вами рационе, безусловно, вот только тогда, да, вот эта профилактика новой коронавирусной инфекции, она будет эффективна, но, как я уже говорила, у нас сейчас у подростков уже возможно использование вакцины, да, это пока по согласию, родители должны написать информированное согласие, но, может быть, проводить еще до начала смены вот какую-то разъяснительную работу и так далее, какие-то памятки, да, на сайте, может быть, лагер опубликовать о том, что, ну, вот если ребенок вакцинирован, да, безусловно, у него будет больше шансов получить удовольствие и пользу от летнего отдыха. Ну, и вот на что хочется обратить внимание, да, это вот как раз тоже интересный слайд, когда сравнили обращаемость за медицинской помощью детей в период отдыха в лагере, причем сравнили два года, да, это 19-й год до пандемии и 20-й год это уже пандемия, да, и вот если мы посмотрим с вами, да, острые именно, да, по острым респираторным заболеваниям, то получается, что вот как раз тогда, когда меньше проводилось каких-то профилактических мероприятий и так далее, в два раза выше была обращаемость в медпункт лагеря, да, чем, например, во время пандемии, когда казалось бы, да, вот мы ожидали, что будет больше обращений, но именно благодаря вот таким, ну, элементарным даже профилактическим мероприятиям обращаемость по поводу острых респираторных инфекций удалось снизить в два раза, и я считаю, что это великолепное достижение, и к этому нужно стремиться. Ну, вот, что касается информационных ресурсов, да, на общественных началах вот был создан такой еще, есть сайт «Врач в лагере», здесь также размещается вот как раз актуальная информация по организации детского отдыха, именно работе врача в лагере, также в программах в рамках непрерывного медицинского образования созданы, насколько я знаю, курсы, да, тоже на 18 часов как раз по работе врача в лагере, да, поэтому также к этой информации вы можете обращаться. Благодарю за внимание. Продолжение следует...